МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экологическое ЧП на Тургайке. Житель Миаса, прогуливаясь по озеру, случайно набрел на место, где предположительно сливалась канализация. Видео попало в сеть и практически сразу вызвало волну негодования не только среди Миасов, но и в администрации округа. Наша съемочная группа выехала на место. Как сточные воды оказались в озере? В причинах разбирался Валентин Ефимов. Сейчас покажем, как из озера, в озеро идет канализационный сток. Небольшой ручеек, бьющий из земли, уходит прямо в озеро. Вот такую картину застал автор видео Дмитрий Мухин. Рассказывает, рядом с местом в воздухе стоит характерный запах канализации. Он-то и привлек внимание. Тургаяк – излюбленное место горожан. Тем более, в то место приезжает очень много народу. Там есть смотровая площадка, постоянно там народ. И вот мы тоже в субботу решили туда приехать, посмотреть, полюбоваться озером и прогуляться по берегу. Спустились, прошлись буквально немного и обнаружили, что течет канализация. Понюхали, да, действительно канализация. Сначала не могли в это поверить, но потом действительно канализация. Поскольку очень много горожан забирает воду в Тургаке, берет, мы сами там берем, вода очень чистая. То решили как бы заснять этот факт на видео и как бы уведомить горожан о том, что такое дело у нас происходит. На видео сразу же отреагировали в администрации округа. Глава МИАСа Геннадий Васьков с руководителем управления экологией МИАСа Петром Брусяниным выехали на место, чтобы оценить ситуацию. Сразу же бросились в глаза промои на во льду и коррозия на камнях. Это явные признаки присутствия агрессивных химических элементов в почве и воде. Они одинаковы по составу, а этот верх черный. То есть он соприкасался с химическими веществами, которые в сбросах, и почернел, пошла реакция. Не костер на нем? Нет, нет, нет. Однозначно нет. О том, что в воду сливается канализация, свидетельствует и характерный запах. Им буквально пропитаны воздух и вода. Геннадий Васьков дал поручение управлению экологией подготовить соответствующее обращение в Минэкологии Челябинской области. Необходимо срочно организовать проверку и сделать заборы воды, чтобы определить морфологию сброса и его источник, подчеркнул глава. Все-таки держателям сетей, собственникам курортных организаций, расположенных поблизости, самим включиться активно в решение этой проблемы. Потому что ресурсами озера пользуются все. Ну, давайте тогда совместно будем и поддерживать озеро в надлежащем состоянии, чтобы не доводить его до таких ситуаций, как сегодня. Еще раз повторю, это вопиющее безобразие и максимально короткие сроки необходимо принять самые единственные меры, чем мы займемся. Мы постараемся добиться, чтобы Министерство по экологии возбудило административное производство по этому делу. И будем отслеживать на всех этапах прохождение данного выяснения нарушителя, кто ответственный, какой объем попал в тургаяк или попадает в тургаяк, какова морфология этих сбросов, химический состав. Там же могут быть и кислоты, и моющие вещества. То есть все те, которые сбрасываются у нас с тех объектов, на территории которых мы сейчас находимся. Наша съемочная группа обратила внимание на ремонтные работы недалеко от места слива. Выяснилось, что работы эти связаны как раз с заменой участка канализации. Нам также удалось выяснить, кто проводит ремонт трубопровода. Выявила неисправность администрация клуба отеля «Золотой пляж». 18 января появилась информация о том, что произошла возможная утечка сточных вод. Сразу же после этого была приостановлена работа системы канализации, и мы перешли на работу резервной ветки канализационного коллектора. На сегодняшний день уже удалось устранить несколько порывов. Проводятся поиски и других аварийных участков системы, которая будет запущена только после того, как ликвидируют все возможные неполадки. На данный момент для утилизации отходов используется осенизаторская техника. Валентин Ефимов, Юрий Карпов, Николай Брылев, ОТВ. Огонь охватил многоэтажку в центральной части города. Это произошло в десятиэтажном доме на улице Романенко. Очевидцы сообщили о возгорании в начале девятого вечера. На место незамедлительно выехали пожарные. На кадрах, снятых очевидцами, видно, полыхает балкон пятого этажа. Огонь стремительно распространяется. Соседи рассказывают, пожар начался в начале девятого вечера. Жильцов соседних квартир из зоны задымления эвакуировали. Я только пальто надела и шарик, и все, и больше ничего. А у меня еще был, мне сказали взять документы. Вот я документы еще взяла, там паспорт, да что. Погорельцам помогают родные и знакомые. Выносят уцелевшие вещи. На балконе загорелось, вот и все, пожар получился. Дома никого не было. В пожарной инспекции нам сообщили, огонь тушили четыре машины. В результате пожара был поврежден балкон, жилая комната, а также балконы на шестом и седьмом этаже. Пострадавших не было. В квартире данной на момент возникновения пожара никого не было. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Возможно, непотушенный окурок. Сельская дорога превратилась в автомагистраль. Под окнами жителей улицы Карла Маркса в селе Черновское буквально ежеминутно проносятся и легковые машины, и грузовики. Виной всему недостроенная дорога к новым участкам, который находится как раз за селом. Жители не раз обращались за помощью к властям разного уровня. По словам муниципальных служащих, решить проблему могут только областные или федеральные власти. И вот как это по дороге вот так вот мотаешься, мотаешься, машина едет, не знаешь, куда отойти. Ни в ту сторону, ни в эту. Жители улицы Карла Маркса в селе Черновское уже устали бороться за свой покой. Под их окнами развернулась настоящая автомагистраль. Рассказывают, по дороге на большой скорости проезжают машины. Ночью они мешают спать, а днем ходить по улице. Тротуара здесь, конечно же, нет. Дорога узкая, большегрузные машины ходят, вот напротив соседки, значит, и фунтамент уже трескается. Пройти вообще невозможно, ни детей выпустить, ни самим. Зимой вот это вот насыпь снега, дорога бугристая, укатают, скользкая. Ни в ту сторону отвернуть от машины невозможно, ни в эту. За время съемки сюжета мимо нас проехал десяток легковых машин и четыре грузовика. Большинство из них едет в активно строящийся коттеджный поселок, который находится за селом Черновское. Местные жители называют его Барским. Туда проезжает спецтехника и грузовики со стройматериалами. По плану было у них застройка дороги вокруг. Там вот дорога должна быть. Почему настроили домов и не решили инфраструктуру? Это же не дело. Дорога, значит, должна быть там. Вот и пусть там строят. Как рассказал нам руководитель отдела по управлению Черновским округом, земли под строительство за селом Черновское были нарезаны еще в 90-х годах. Сразу стало понятно, что единственного проезда по улице Карла Маркса недостаточно. И в проект действительно заложили новую дорогу. К сожалению, на сегодняшний момент этой дороги нет. А жители этой улицы неоднократно обращались, наверное, во все структуры власти. Думаю, что за счет местного бюджета новую дорогу объездную не сделать, так как нужно большие вливания средств. Завтра в 4 часа дня в Доме культуры села Черновское соберутся все, кто заинтересован в решении этой проблемы. Пригласили и жителей Карла Маркса, и собственников новых коттеджей. По словам Сергея Клевцова, помочь в строительстве новой дороги могут в Министерстве строительства и дорожного хозяйства. Завтра на собрании жители Черновского напишут туда письмо. Мы будем следить за развитием событий. Официально открыли две новые группы в детских садах номер 2 и 15 в Миасе. На церемонии открытия присутствовал заместитель председателя законодательного собрания области Александр Журавлев. Вместе с сотрудниками администрации он проверил два новых здания детских садиков. Теперь там могут заниматься 100 малышей. Многие миасские мамы ждали очереди в детский садик несколько лет. Оксана Горяева сегодня впервые привела своего младшего сына Никиту в садик. Пришли бы и раньше, но ждали своей очереди. Строили его три года, но в августе нам как бы дали место. Вот ждали, пока его достроят. Благодаря открытию двух групп для детского сада очередь в дошкольные образовательные учреждения в Миасе сократилась на 100 позиций. Это примерно пятая часть от всех детей от полутора до трех лет, которые хотят пойти в детский сад. Новые здания присоединили к 15-му и второму детским садам в микрорайонах Комарова и Рассвет. Торжественное открытие посетил заместитель председателя законодательного собрания области Александр Журавлев. Он лично проверил качество ремонта в помещениях, оценил оснащенность кабинетов. Конечно, все это далось непросто. Достаточно сказать, что в эти только два детских сада было вложено более 40 миллионов рублей, а если быть точным, 43 миллиона рублей. И из них только 2 миллиона были средства муниципалитета. Александр Журавлев отметил, что детям от 3 до 7 лет в области хватает мест в детские садики. И около 80% детей до 3 лет также имеют возможность посещать дошкольное образовательное учреждение. По этому показателю наша область лучшая в Уральском федеральном округе. 31 января можно увидеть полное лунное затмение, а еще второе полнолуние за один месяц. Вдобавок расстояние между Луной и Землей будет одним из минимальных, что называют суперлунием. Три астрономических явления произойдут в один день. В этот раз можно будет наблюдать кровавую или бурую Луну. Это произойдет впервые за последние 152 года. Полнолуние будет очаровательным и опасным. Свидетелями полного лунного затмения и бурой Луны станут жители Дальнего Востока и Сибири. Также явление увидят в Башкортостане, но только его начало. В Миасе можно будет наблюдать бурую Луну около 9 вечера. В следующий раз это произойдет лишь 31 декабря 2028 года. В этот период снижается работоспособность, поэтому все важные дела лучше завершить до 31 января или после. Чтобы не оказаться в стрессовом состоянии в день лунного затмения, специалисты рекомендуют заниматься творческими делами. Рисовать, сочинять стихи, танцевать и петь. У меня на сегодня все. Наши сюжеты доступны на сайте adinobel.ru, а также в группе ВКонтакте телевидения Миаса. Предложить свою тему для сюжета можно по телефону 25 0055. Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова